В Краснощаковском районе началось строительство нового моста через реку Черыш. На его возведение из краевого бюджета выделили около 200 миллионов рублей. Сдать объект планируют уже в следующем году. Подробности узнавал мой коллега Антон Скаль. Сейчас отдаленные села и районный центр связывает старый подвесной мост. Грузоподъемность его невелика, а под весом времени даже на лиховом автомобиле передвигаться по нему опасно. Поэтому, чтобы избежать несчастных случаев грузовому транспорту, который доставляет села сено и уголь, приходится разгружаться перед мостом. А уже после на более легких автомобилях перевозить груз на другой берег. Вообще этот мост нам жизненно необходим. Вот подвесной мост, вот как вы видите, его довольно уже много раз уже порвали. Вот последний раз был обрыв где-то в ноябре 2015 года. Шел с Кузбасса КамАЗ с углем и в начале, с той стороны он порвал мост. Но он сам чуть не упал. Черыш, если бы он упал, то вряд ли бы он выжил. Помимо вахтовиков, которые приехали из краевой столицы, на объекте работают несколько жителей Краснощоковского района. Зарплата устраивает и кое-кто подумывает в будущем связать свою жизнь с работой в строительной сфере. Здесь вот нас, с одного села четверо, двое покровских, вот здесь щенитинских пять человек, двое краснощоковских. Вроде говорят, еще будут набирать. Всего на объекте работает более 40 человек, трудятся в две смены. При этом раз в месяц у вахтовиков есть возможность на пару дней уехать на отдых домой. А на самом объекте для комфортной работы созданы все условия. Здесь есть все, в принципе, все сделано для людей сейчас. И помещение для отдыха, и помещение для питания, и умывание. То есть все здесь предоставлено. Общая протяженность нового моста составит более 900 метров. Сейчас строительство находится на начальном этапе. Ведутся работы по бетонированию свай. Сдать объект планируют в октябре 2017 года. Антон Скаль, Юрий Бирюков. Новости.